важнейшая новость заключается в том что я подстригся . а елочка мне придала энергии ну что что тебе не сидится но я просто не что там двигаешься продажи бюджетных смартфонов россии с каждым годом набирают обороты а что это означает означает это лишь одно не все готовы переплачивать за бренд около 30 процентов не всем нужна флагманская начинка это те люди которые ценят смартфоне в первую очередь его прямую функцию это совершить звонок отправить сообщение в мессенджере ну и сделать пару фото поэтому сегодня мы поговорим о смартфоне бюджете до 10000 рублей встречайте битью мэджика и прежде чем поговорим про сам смартфон давайте посмотрим мы его комплектацию нас встречает коробка из плотного белого картона на лицевой стороне колесо обозрения видимо смартфон должен помочь что-то обозреть что-то новое на оборотной стороне характеристики и преимущества в смартфоне значит экран 6,35 дюйма камера на 13 2 мегапикселя поддержка двух sim-карт восьмиядерный процессор lte поддерживает у нас версия 3 гигабайта оперативной 32 32 гигабайта встроенной памяти есть возможность блокировки по лицу есть сенсор отпечатков пальцев телефон поддержит nfc по умолчанию поставляется с android 9 пай батарейка на 3900 миллиампер часов но глонас по умолчанию поддерживается давайте посмотрим что внутри внутри набор юного зрителя молодого бойца скромно но все есть значит переходник на миниджек далее кабель юсби на юсби тайп си и адаптер питания но гарантийный эталон руководства пользователь дать посмотрим насколько у нас адаптер питания адаптер питания 5 вольт 2 ампера ну скромненько опять же ну этого будет достаточно вот такая комплектация в бюджетном ценовом сегменте не придерешься перейдем теперь к внешнему виду форм-фактор классический для смартфонов такой ценовой категории на правом торце качелька громкости и кнопка питания которые не шатаются не скрипят с на верхнем торце датчик освещение датчик приближения на левом торце совмещенный лоток для двух sim-карт ну нижний торец юсби тайп си спасибо большое за этот разъем на задней панели модуль тройной камеры вспышка и сканер отпечатков работает довольно шустро и адекватно я с телефоном проходил две недели у меня вопросов к нему нет ну когда руки влажные понятно что любой сканер будет потупливать немножко лицо панель занимает экран 6,35 дюйма внутри у нас под капотом восьмиядерный процессор это медиатек helio p23 но сами понимаете устройство бюджетные требования каких-то к нему сверх высоких предъявлять смысла не имеет также помогает в этом 3 габайта оперативной памяти что я считаю уже впритык достаточным но впритык и в течение года в принципе смартфона никаких проблем не доставит но спустя год уже когда будут новые какие-то обновления возможно оттнутся какие-то тормоза но опять же мы должны понимать что бюджетные устройства покупают люди которые понимают для чего им этот смартфон они понимают что здесь только звонки здесь только мессенджеры ну какие-то простые игрушки в принципе проблем с этим возникнуть не должно по автономности хватает телефона на один день средней работы это показатель довольно хороший здесь батарейка на 3900 миллиампер часов и это как-то ну дает свои результаты давайте немного поговорим про экран это IPS матрица разрешением hd плюс яркости достаточно чтобы спокойно прочитать информацию в любое время суток и также есть адаптивная яркость ну и плотность пикселей на уровне текст считается вполне себе с комфортом даже длительное время по начинке как я уже говорил здесь три габайта оперативной памяти это прямо очень впритык и это доказывает синтетический тест antutu да не все их любят но какие-то цифры они все-таки нам предоставляют в antutu нам удалось добиться 97 тысяч баллов внутри здесь трудится mediatek helio p23 это бюджетный процессор он справляется в интернете посидите в мессенджере отправите сообщения картинки запишите видосик сможете пофотографировать этого процессора хватит что касается камеры примеры фотографии я сейчас приложу они просто простые фотографии и видео снимает с неким подобием стабилизации но если будете снимать с какого-то с двух рук или со статичного положения картинка у вас получится чуточку лучше возвращаясь производительности я конечно же потестировал здесь call of duty мобайл играть можно но вам придется вашу нервную систему все-таки как-то усмирять потому что вот настолько на грани плавность даже на минимальных настройках что высоких результатов ну если приспособиться конечно может быть можно их показать но я как человек привыкший играть на айфоне том же мне довольно тяжело перестроиться но про игры оля три в ряд пойдут конечно без проблем или собой серферс тоже пойдут без проблем также стоит заметить что производитель позаботился своих покупателей установлен а установил android 9 пай и что очень хорошо в этот бюджет удалось бикю добавить модуль nfc для бесконтактной оплаты но это же удобно мы сами понимаем что россия это страна бесконтактных платежей мы эти технологии очень хорошо впитываем и хорошо интегрируем что можно сказать обе кем и джекова подводя эти логи что что можно сказать в итоге о смартфоне бикю мэджиков в комплекте не идет чехол силиконного я телефон довольно скользкий но имейте ввиду это но смартфон стоит 8490 рублей на официальном сайте у него истин и все у него есть автономность у него есть три камеры у него есть сканер отпечатков пальцев огромное ps дисплей ребята здесь даже тайп си есть у него кстати офигенный цвет как у флагманов huawei например но стоит рассмотреть покупки определенную на этом все подписывайтесь на канал ставьте лайки оставайте комментарии это очень важно для нас смотрите наши другие ролики с вами были к индуру до встречи пока